Всем привет! С вами Цердум. Продолжаем прохождение. Так, все, сейчас у нас задание убежать от врагов напавших и добраться в Таленберг сообщить о нападении на Скалицу. Запыхался. Передохнем. Побежали снова. Так, верховая езда. Рысь стрелочками. Так, шаг дает возможность установить силы на капс. Так, С плюс Шифт идеально сочетает быстрый темп с выносливостью лошади. Так, два раза Шифт это как? Непонятно. Галоп. Так, самая быстрая аллюра лошади, однако быстро расходится в выносливость лошади. Движение по маршруту просто Шифт. Так, так, так. Ага, шкала выносливости лошади. Ну, в принципе, понятно. Попробуем. Ага. Так. Опа. Ой-ой-ой. Бежи-бежи-бежи-бежи-бежи. Опа. Все. Магитары здесь бежать помогли. Так как на лошадь сесть. Ага, все. Все. Поскакали. Так что такое? Чего? Вясню, что уaren. Главное, надо галок Как он же убил Как он убрать Шутики А, боно-боно Так, поскакали, поскакали, поскакали Так, кровотечение Нужно найти человека Поскакали искать человека Голодно, на галок, походу, два раза на шифт не нажать Так, ага, нам туда Налево, 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 налево Давай-давай-давай-давай-давай, давай-давай, давай-давай, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Так, что-то там проорал. Ага, предупреждаю, что-то разбегайтесь. Всех убьют. Ага, они сожгли скалицу. Предупредите. Все вроде. Само нормально. Так, рошанка скоро уже танет. Зеленая. Походит. Так, все. Тихонечко пошли. О-о-о-о-э. Ничего себе. Фу. Может, лошадку сейчас прибьют. О, на лошадку попали даже. Боже мой! Боже мой! Боже мой! Помогите! Помогите! Сделайте что-нибудь. Помогите! Все быстро. Да, пошевеливайтесь! Целься! И... Давай! О-о-о-о! О-о-о! 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 thихирил дубы! О-о-о! О-о... Попейте, принесите и горячая вина, и чего-то там. Расскажи, парень, кто ты и откуда, и что, собственно, случилось? Я из Скалицы. Они сожгли дотла и всех убили. Кто? Кто сжёг её дотла? Огромное войско. Они напали внезапно. И это были чехи, не немцы. Кто же? Не знаю я. Никогда не верили доспеха, но слышал этого языка. Может, татары? Татары, говоришь? Ладно, с этим потом разберёмся. Все равно давай займёмся твоей ногой. Кто это такой? Я не знаю. Сидите внизу, парень. Я сейчас вытащу эту стрелу. Була-була. Тише. Уже всё. Тебе повезло, парень. Стрела не задела кость. Осталось только перевязать. Это мне приходилось не раз. Война, хороший учитель. Можешь стоять? Ну, ты как новенький. Спасибо. Спасибо. А у тебя им заняться нечем? Заработал. Ты должен поговорить с паном Дивишем. Справишься? Пан, это выживший. Я слышал. Парень, расскажи мне в точности, что случилось. Ты видел гербы нападавших? Кто-нибудь ещё выжил? Пан, я не знаю, чьё это войско, но оно было огромным. На холме рядом со скалитс развалось несколько дюжин знамён. Те, кто устроили больницу, говорили на странном языке. Они сожгли скалитсу до тла, но многие жители укрыли замки. Я не успел. Когда я умигал, они кричали, сыр, что я должен как можно быстрее предупредить вас. Воины, которых не узнал мальчишка, могут быть теми самыми половцами Сигизмунда. Говорят, что они пришли в Венгрию с Востока, и теперь это костяк и войск. Захватив казну Кутной горы, он вошёл во вкус. Кажется, маленький замок, пан. Если Сигизмунд пойдёт на штурм, его не удержать. Это правда, пан Борик. Наш маленький гарнизон не смог бы помочь, даже если бы мы влали вот туда. Вы думаете, мы их в следующую цель? Возможно. Как тебя зовут, парень? Я Хенри, сын Кузнеца из Скалицы. Я его знаю. Ему удалось укрыться в замке. Мне жаль. Сейчас всё в руках Господа. Больше нам никто не поможет. И всё же, спасибо тебе за то, что ты рисковал своей головой, чтобы предупредить нас. Борик, позабудьте о Айдре. Накормите, показать, кто сможет отдохнуть. А, позабудьте. И ещё. Пусть все укроются в замке. Мы должны быть готовы ко всему. Приготовьте всё, что необходимо, как прикажете, пан. Так, задача выполнена. Скачи в Тальнберг. Прискакали. Точка перехода. Поговори с паном Бориком. Давай поговорим. Постель. Где моя постель? Ты узнал, где твоя постель. А где она? На частной территории, извиняюсь. Ну, а где постель-то? Здесь, что ли? Сложно вскрыть замок. Так, не здесь постель в повседневости. Так, ладно. Так, посмотрим карту. А, вот где постель. Так, а вот с паном Бориком поговорить. Так что, надо сразу карту открывать. Чтобы времени терять. Хей! Давай, двигай! Так, поговорим. Ты молодец парень. Я сочувствую этому горе. Ты, наверное, вымотан. Почему бы не пойти на кухне поесть? С бедой лучше справляться на сытое брюхо. Война войной, а обед по распорядку. Я слышал про твоего папа. Они сказали, что он был шрабрец, который переехал в страну, чтобы сделать хоррень. Так, иди с Бориком на кухне. Привет. Привет. Моя госпожа, тебе повезло. Наша добрая паня Стефания и Сталберга почтила нас в своем присутствии. Моя госпожа. Ты знаешь, что есть наш храбрец? Добро пожаловать. Можена, позаботься. Наверняка устал и хочешь есть. Конечно. Как же иначе? Да, бедняжка, послушаю, что он пережил, он, наверное, голоден как милец. Правда, ведь? Юный мастер. Он здесь правильно, сейчас я без капюшона. Странно, в чем косяк. Вот, держи. Так. Много вина, чтобы запить. Спасибо, моя госпожа. Когда закончишь, можешь пойти отдохнуть на конюшне в нужном. Нет. Так не годится, паня. После всего, что он пережил, он заслуживает нормальную постель. Пусть спит сторожки во дворе. Разумеется, госпожа. Юный Хенри здесь оборудован в вашей щедрости. Да, да, спасибо, паня. Храни вас, Господь, за вашу доброту. А теперь ешь ты в надежных руках. Я покидаю вас. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Когда закончишь, можешь поспать в спальне, сторожки во дворе. Не забудь снять свои грязные сапоги, прежде чем забраться в постель. Не забудь снять свои грязные сапоги, прежде чем забраться в спальне. Так. Ням-ням. Хочу ням-ням. Иди с Буриком на кухню пришел. Задача выполнена. Так. Не забывайте о голоде. Чем дольше и држих не ест, тем слабее он становится. Он даже может умереть от голода. Ага. Разные, да, обладают разными свойствами. То есть яблоко не узнаю, но это же я уже все читал в предыдущей серии. Так. Покушаем. Пюре из тетевицы. Так. А что покушаем? Ну-ка. Это же можно из котелка еще поесть, наверное. Точно. Так. Похавали. А еще можно? Ой. Сори. Так. Чудет. Броси только. Ой-ой-ой. Извините. Чувствительность мышки такая у меня. Что ты делаешь? Сильно. Чувствительно. Так. Все. Сейчас все пригодится. Давай, бери уже все. Так. Пища. Так. Подъедим. Все не очень свеженькое, которое... Так. Поспать надо. Так. Ладно. Всем спасибо. Так. Ничего такого больше нет. О! Вино. Так. Сейчас давай побазарим. Давай побазарим. Это было ужасно. Угу. Такое красноречие. Прокачаем. Все было как обычно. Вдруг я увидел столб дыма, поднимаясь над деревней ровно. Вскоре войско Сигизмунда пришло за нами сигнал. К атаке было подано, что Трохот позвонил, и остался наш напад. Успех. Угу. Угу. Ну, давай вот так вот. Угу. Я убежал в замке. Позади раздавались крики на подаж, что он играет. Потом обернулся. Идет, как отец пытается спасти мою мать и их. Их обоих убили. Потом ворота закрылись. Люди со стен кричали, чтобы я обижал. И предупредил вас из мужей помощи, и мне это удалось. И с Богом помощи я это сделал. Это ужасно. Ты был очень счастливым, чтобы survive, и Бог благословил тебя за то, что ты предупредил нас. Я помолюсь о тебе, парень. Все, прокачали маленько. Так. Так, это что такое? Просто так. О. Тетенька, привет. О. Тоже поговорить можно. Так. Ага. Можно поторговать с ней. И что тут у вас продается? Теренька. Еда. Угу. Здесь можно еды прикупить. Ладно. Спасибо, не надо. Так. Открыть. Тут что у нас? О. Нет, сейчас на территории не будем ходить на частную территорию. Проблемы нам не нужны. Так, с тобой мы поговорили. Так, теперь что у нас? Поспать сходить. Угу. Угу. Ага. Угу. все пошли поспит а где-то старушка здесь так если устали вашей энергии красноречие тоже уменьшается вам поможет сон найдите подходишь постель которую найти по значку короче байки так байки сесть спать а вот что значит так все байки доложить сапоги снимать я сказали так сколько времени ты хочешь отвести на сон 1 час так как это от этим же что двигаешься стрелочками регулируется вверх-вниз так сытость уменьшается чуть-чуть это энергия растет поставим сто процентов дальше ставишь смысла нет только теряешь сытость поэтому поставим на сто процентов энергия и поспим начать все трехнем сегодня конечно дозор будет удобно смотри в оба если заметить что необычное медленно доложите мне ясно тапа кто там вот это поворот это я и 3 прости за вторжение я не разбудила тебя мэлэйди а пани нет нет что вы но что привел вас сюда в такой час на чем паника моя леди я подумал возможно захочешь выпить вина должно помочь тебе заснуть по ней очень добры но вы не должны были могли бы прислать слугу это точно как-то как-то слишком смело для леди собиралась на поправде я тоже не могу узнать я думала тебе когда молилась о том как уж стеж тебе пришлось пережить я пришла предложить тебе утешение должна что ты не одинок я не знаю как и благодарить вас не за что интро я знаю что для тебя здесь все в новинку но я хочу чтобы ты чувствовал себя как я не знаю что такое остаться в одиночестве хотя твоя утрата гораздо весомее но с помощью со временем более тихо иногда бывает легче если поговорить об этом если конечно ты пожелаешь ну давай поговорим может вы правы панино я расскажу что случилось это было ужасно и неожиданно на день начался как обычно отец отправил меня в город с поручением парень которого звали куниш задолжал моему отцу и он попросил меня за пройдок только куниш не собирался платить мы немного повздорили это часто бывает когда речь идет о крышах но куниш все равно не раскошелился отец был слишком великодушен и позволял покупать итог даже таким проходим как он так прокачались когда я разобрался с поручением я отправился домой и обещал помочь отцу с работой и с нетерпением ждал этого он ковал меч для пана радзика пан радзик меч начал обретать форму когда пан радзик самолично пришел взгляд для него он похвалил работу отца и сказал что с его не может быть но орда сегизмунда уже показалось на горизонте они готовились напасть на город огромная толпа нам подождать на нас двигались огромное войско выпил и развивались на ветру доспехи сверкали солнце и лошадь держали от нетерпения они ждали приказа сегизмунда напасть а затем они обрушились на скалицу так ну чё прокачаем красноречие ворота в замок были открыты звонили колокола и рога трубили тревогу призывая жители деревни укрыться за стенами они несли пожитки которые успели похватать спешки и я видел ужас их в их глазах даже страшно представить себе это я побежал к замку чтобы укрыться в нем как наши соседи но не успел мне пришлось искать другой путь к спасению люди со стен кричали мне чтобы я бежал в тарбер и повредил вас мне повезло что я знала тайны тревоги вокруг замка мне была нужна лошадь чтобы без препятствия добраться до Тарберга и предупредить его осло и во всей этой суматохе ты как истинный христианин думал о других затем я услышал крик кричала служанка-смирница ее поймала ватага-половца они собрались надругаться над ней у меня был меч Пана Радзика и даже несмотря на то что их было несколько и они были лучше вооружены я должен был попытаться спасти ее я хотел помочь хотя бы одному человеку мне это удалось даже несмотря на то что я чуть было не расстался с жизнью потом я украл их лошадь и ускакал да точно чуть не замочили как доблестный рыцарь мне никогда не забыть все этот ужас он будет преследовать меня до конца жизни это было ужасно как только такое могло случиться только Господь знает почему Он позволил этому случиться бедный мальчик я чувствую на мой горе но Бог не виноват в бедах этого мира это дело рук сатаны и тех кто повинует своим приказам тех кто испорчен алчащит завистью и гордыней ты не должен терять веру какой бы ни была твоя жизнь судьба не была была словно ко мне и к моему мужу хотя по сравнению с ужасом который пришлось пережить тебе я вышел замуж очень рано так пожелал мой отец Дивиш был значительно старше меня но женщина должна покорно принимать свою судьбу вскоре после нашей свадьбы даже еще не успела как следует познакомиться с Талнбергом самому взят штурмом а моего мужа бросил Талнберг правда? нет сказки рассказывать тебе моего мужа возник спор с паном Гавиллом медиком из Вальдека который решил прибегнуть к силе он взял штурмом в замок и жег деревню прибыславицу и убил многих наших людей даже старенького управляющего он заточил моего мужа в замке и разместил здесь свой гарнизон это ужасно мне едва исполнилось 18 лет когда внезапно рядом со мной остался лишь пан Борик мы не знали что делать мы отправились в Прагу чтобы пожаловаться королю и заручиться помощью друзей Дивиши но все было напрасно так тянулись годы и казалось мне навсегда суждено оставаться в одиночестве а моему мужу угнить в темницу собственного замка в тех условиях реально гнить только в темницах осталось семь лет вот сколько прошло времени прежде чем Гавилла объявили врагом короны но даже тогда он отказался сдать замок и выпустить моего мужа а в конце концов я скопила грошей чтобы заплатить выкуп лишь тогда по милости Божией я наконец снова увидела своего мужа в конце концов я взял деньги чтобы заплатить грошу и только тогда благодаря грошей Господа я наконец-то перестала глаза на моего мужа еще раз семь лет а Гавилл понес показания света нет нет и после семи лет мой муж вернулся ко мне дряхнуть стариком Сан Дивиш показался мне сильным и хорошим человеком само собой разумеется но у него столько обязанностей ему пришлось восстанавливать Тальнберг но после того как он вышел из темницы король назначил его бурграфом пражского замка на него свалилось столько дел у него совсем не было на меня времени но мы хотя бы жили в городе где все время что-нибудь происходило а теперь мы здесь скучает короче женщина госпожа вы ведь еще молоды красивы перед вами еще вся жизнь если бы только была правда друг мой если бы это было правда но зачем я тебя утомляю с этим тебя своих забот хватает я ухожу а ты должен поспать мне понравилась наша краткая беседа Эндра спокойной ночи благослови тебе Бог я тоже спокойной ночи мая леди да странный визит мне кажется реально такой визит невозможен был в средние века что женщина знатная да наедине осталась с каким-никаким мужчиной странно это могло я скомпрометировать опаки опаки ночной кошмар однако живее мужики давай давай скорее нужно закрыть ворота нельзя возвращаться мидра помаги нам я опять помоги нам сынок не будь трусом чувака совесть мучит что 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 случилось что сообщил что тебя движутся отряд из скалицы на стену по лестнице у ворот так игра сохранена состава факел взять взял если тебе нужен свет ночью то воспользуйся факелом удерживая чего-то там если же захочешь составить а тройку удерживая если же захочешь оставить левую руку свободной для например щита то можешь выпить зелья сыч для более острого зрения в темноте о зелья сыч какое-то еще все понятно так достаем факел а это я меч достал нужно удерживать о удержав все схема понятна так меч убираем ну-ка тут что у нас такое да вскрыть замок опять же надо так воровством мы заниматься не будем как честные граждане ночь ну пошли на стену вот здесь наверно или не здесь ну-ка карту посмотрим а во ту сторону ворот иди на стену по лестнице ворота ворота побежали 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 такую сторону вот лестница а с кем поговорить с бориком так это не борик так забудь про эти бабушки сказки думаешь сегизмунд не догонит нас лесу здесь у нас хотя бы есть шанс защитить себя колодец глубокий у нас больше запасы короче трепется солдаты здесь ты прав почему он прав послушать если на себе сбой со своим войском приготовить самому худшему не пугайтесь если их очень много а вот он привет бурик что случилось я не знаю я не знаю какая-то бессмысль зачем сегизмунд идти на танго то еще он все равно не застал бы нас в родствах после набега на скалетс может это не он а кто тогда лазутчики которых дивиш послал скалетсу следить за сегизмундом доложили что он разбил лагерь и готовится шпурмовать замок а пан рацик опытный воевал он обязательно продержится какое-то время это бессмыслица что еще заметили лазутчики мало чего до того как они смогли подобраться достаточно близко началась эта буря и ты был прав у сегизмунд очень много воинов в том числе во всевозможных таемников такое войско стоит кучу золота ну как бы то ни было мы увидим когда они подойдут сюда да ага увидим так поговорили с бориком поговорили смотрим кино теперь беженцы стой кто идет люциферы его подручные кто же еще более пан рацик слава богу твой пан здесь да пан он рядом что это еще не в постели дивиш в твоей возрасте нужно больше спать ну рацик ты тоже выбрал не самое подходящее время для прогулки сильно спешишь пришлось немного побегать да поверишь или нет но эта буря стала божьим благословением для меня и моих людей как говорил мой дед простужный горло лучше перерезанного мудрый дед я бы сказал что дед был точно мудрым человеком твой гонец рассказал нам что случилось гонец парниш которым ты велел придут нас он жив он до вас добрался он здесь со мной он чудом унес ноги да и чудом капюшон красный который продал храбрый парень ну скажи мне друг что число святого у вас случилось нужно благодарить бога за эту бурю когда она ночевалась татары сегизмунда попрятались в норы и отложили взятие замка нам удалось проскользнуть прямо у них под носом слава богу мы не смогли бы вы стоять против них в открытом бою ты не хочешь заночевать нет нет стоит сегмент завтра обнаружить что замок пуст он тут же начнет нас искать мы опасные гости без нас у него не будет повода напасть на тебя но куда вы направитесь мы отправимся в ротае это недалеко замок хорошо защищен и там хватит места для всех этих людей мы отправимся в ротае и ты да да если сегизмунд заявит сюда то я советую тебе преклонить колено девишь твоя жизнь стоит больше твоей гордости ты прав этот мальчик все еще с вами я здесь пан ты храбрый парень этого нельзя отрицать мне жаль что так вышло ты пойдешь с нами я бы с радостью пану справа должен вернуться в скалицу на своем уме какое дело тебе в скалице я не могу бросить своей мать и своего отца я не брошу тела своих родителей гнить на улице я присоединюсь к вам после того как позабочусь о них даже не думай тогда возвращаться осел тебе жить надоело молчать я правда очень жаль твоего отца но если ты умрешь это ему не поможет Дивиш проследи чтобы парень оставался в Тамберге пока все не успокоится не беспокойся не беспокойся друг кроме того он ранит ему нужно время чтобы поправиться если понадобится закрой его тут словно Вацлав из Вальдека я вижу ты отрастил толстую шкуру с тех пор как был беде пан но спасибо мы увидимся когда обстоятельства будут более благоприятными прощай прощай друг и удачи тебе передай мое сердечное приветствие пану какому-то обязательно удачи тебе и всем вам настали темные времена что-то жестко конечно текст тут могли бы чуть подольше задерживать слушайте выступаем теперь дратаи совсем недалеко так идеи на крыло сцены поговорили так сегодня мы устроим колору должны обычно разбиться на смены если по кому-нибудь пьяным играешь в кости или спящего лично переломлю все кости чтобы внимательно следили за коррестность Сигизмунд наверняка послал зудчиков и отрядил погоню за жителями скалит узнав что они сбежали смотрите в оба и сейчас же обо всем не докладывайте ясно так 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 Эндре мне нужно поговорить с тобой так давай так я могу помочь что вы хотите мне бы пригодилась пара лишних глаз а ты наблюдательный парень ты будешь нести этот дурь вместе с моими людьми на крепостной стене это просьба или приказ я бы предпочел чтобы это была просьба на которую ты ответил конечно я помогу но я же должен благодарить вас за все что вы для меня сделали замечательно не волнуйся я скажу парням что вы позже тебя сменили так ну и что будем смотреть держи караул на крепостной стене задача ну давай держим ничего не видно от этого факела так меч нам не нужен так факел как убрать этот блок одержать наверное нужно тройку да 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 ну ну и чё эй враги ничего не видать чтаночка-то светлая о кино вроде как паршивая овца наверное твой первый дозор да да я думаю что сегодня что-нибудь случится ты можешь просто прислониться к стене и подождать до утра я научу тебя что к чему я так и сделаю спасибо так если вам необходимо дождаться чего-нибудь вы можете переждать время нажмите и е и укажите сколько вы хотите ждать но будьте осторожны когда вы ждете усталость и голод накапливается так в кодексе новая запись так час ну час давай час чем начать энергия а мне поспать нормально не дали походу точно приходи ваш пани как она там стефания или как я забыла же а чё типа уже дождь кончился и чё долго еще ждать и а и и и и и и и и Эй! Да пребудет с тобой Бог. Что ты думаешь о спасении жителей Скалец? Что думаешь о побеге жителей Скалец? Я бы сказал, что Пан Радсик хороший господин. Он сделал все, чтобы возможность спас своих потуных. Такое нечасто увидишь. Ну, повезло, что разразилась такая буря. Это я имею в виду. Что-то случается, а ты этим пользуешься. Немного способна так быстро соображать. Немного способа думать так быстро. Так, ну чё? Ещё поспим, что ли? Так... Ну, давай ещё поспим. Так, чё теперь так? Оооо. А нет, не спим. Это мы ждём, ждём. На посту спать нельзя. Оооо! дождись утра выполнили побежали там тревога и на стену наружного двора вперед вперед так что-то происходит за этим бежать а вот наружный двор где опаньки господи иисусе нас ждет лучи скалицы тая мария матерь божия молись о нас грешных смотри как самопровозглашенный король завоевывает любовь и уважение своих верных поддавок да борик сегизмонда люксенбурга редкий талант убеждать людей присоединиться к его делу да ты можешь этому удивиться я не думаю что сегодня он спустит на нас своих бешеных псов рейдинг а вот и лысый киллер приветствую тебя это он да это блюдо который возглавлял нападение скалица и убил моих родителей не будь столовом ты хочешь разделить их участь я гер марк варт фон аулиц я говорю от имени сегизмунда люксенбурга короля ля ля тополя который решил навести удар по тем кто нарушает мир на земле и навести порядок от имени своего брата короля ватсала четвертого навести порядок сжигая грабия владения короля приветствую вас пан марк варт усилия брата короля по наведению порядка в этой беспокойной стране достойны похвалы мне кажется однако что у него армия должны быть сбились с пути дипломат мужик как бурграф пражского замка я всецелый предан королем здесь в тальмберге по воле божьей царил мир до вашего прибытия так чем обязаны чести вашего визита вчера я увидел что принял меры против врага короны пана радсика кобыла который использовал серебро и шах скалицы для оплаты восстания против короны к сожалению те же не сбежал вы случайно знаете благородный пан где его можно найти а разве пан радсик не был гетманом короля в скалетце мне трудно представить что он восстал против короны тем не менее я могу заверить вас что пан радсика нет в тальмберге он был бы дураком чтобы бежать из одного плохо защищенного замка еще более слабым тогда как ущий замок там если считаете что мое скромное владение является препятствием для вашей армии или вы считаете могу ли я передать королю что он может рассчитывать на вашу преданность и пан радсик кобыла нет в тальмберге радсика кобыла здесь нет и я не намереваюсь ввязываться в дела из которых я не извлеку никакой выгоды очень хорошо пан как пожелаете я передам короля ваши слова и надеюсь он воспримет их с благоскотностью тем у кого совесть чиста нечего страшиться даже в такие времена для радости нет особых поводов украшайте пан альфидер зан не немец однако уходим повезло повезло в городку городку по нему по нему пан и восхищаюсь вами кирилл забрось борик далласы до высый я тебя запомнил Маркрафт фон Аулитц. Новое звание. Это чё такое? Так, похорони своих родителей, скальц, погрис паном Бориком, заполучи лошадь. Так, ага. Лошадь заполучи. Чё, тырить надо будет? Где моя трофейная лошадка? Так, Борик, ты где? Борик, Борик. Капуста. А, вот он, Борик. Борик, тормози. Опа, десант такой. Да пребудет с тобой Господь. Так, а зачем разграбил? Мне нужно попасть в скальце. Что хочет Сигизмунд? Так. Так, давай сразу к делу. Пан Борик, мне нужно попасть в скальце. Чего тебе там делать, парень? Сигизмунд, ты ушёл. Там полно грабителей, разбойников, дезертиров, другого сброда, и кроме того, твой господин приказал тебе остаться здесь. Так, ага, ага. Давай попробуем вот так. Борик, там погибли мои родители. Я не могу бросить их на следение сам. Что бы вы сделали на моём месте? Провад. Прости, парень, но я тебе не подчиняюсь. Тебе придётся подождать, пока всё успокоится, может, тогда твоё господин передумает. Вот так вот жёсткий чувак. Сигизмунд шок скалится, а потом пришёл и сюда. Такова война, парень. Некоторые паны решили всё взять в свои руки и расправиться с теми, кто именно разделяет их взгляды. К сожалению, пан Ратцик – один из них. Кроме того, он сидел на куче серебра, которая может дыро помочь союзникам Короля Латцкого. Так, что хочет Сигизмунд? Что произошло в Кутнагоре? В Кутнагоре? Ну, я ведь всего лишь простой воин. Но Господь дал мне уши, и я слышал, что от пана дивиша и от тех, кто бежал от мародёров Сигизмунда. Их было много? Да, но я разговаривал только с наёмниками из Кутнагоры, с которыми я встретился, потому что знал их до этого. Понятно. Послушай, парень, так всё игры высшей знати. В Праге кучка заговорщиков восстала против короля Вацлова. Это богатые аристократы, у которых были свои причины. Несомненно, Сигизмунд тоже приложил к этому руку. Он и кузен Вацлова, и Йоск. И эти заговорщики помогли ему похитить короля. Зачем Сигизмунд напал на Кутнагору? А ты как думаешь? Может быть, все этих боялся. Потому что местные паны могли восстать против него со своими армией и помешать воеванию богими? В том числе и поэтому. Король Карл, дай Бог ему вечную славу, превратил Прагу в надлежащий королевский город, а король Вацлова больше нравился Кутнагора. После Праги это самый важный город в Богемии и во всей Священной Римской империи. Король тот, кто распоряжается серебром Кутнагоры. Понятно, в общем, финансовые ресурсы. Иначе Кутнагора встала на сторону Вацлова, потому что он покровительствовал ей. Теперь ты начинаешь понимать, когда Сигизмунд заточил Вацлова в темницу и захватил Прагу, жители Кутнагоры начали собирать против него войско. Таким образом, напав на Кутнагору, Сигизмунд одним выстрелом убил двух зайцев. Он разбил самых могущественных союзников Вацлова, прежде чем они смогли противоставить ему, а также обрел огромное богатство. Ну, а что вы знаете о полосах? Откуда здесь взялись эти полосы? Я мало о них знаю, только то, что рассказывал Камергер. Они пришли в Венгрию с востока и поселились там. Они безбожные варвары и беспощадные бойцы. Дворяне говорили, что венгерские короли не должны их нанимать, потому что они бесчестят наши правила ведения войны. Когда речь идет о власти и богатстве, которое можно получить, кажется, что честь не стоит и моего плевка. Поверь мне, это всегда так, если замешана власть и гроши. Так, ладно, хватит базарить. Что? Так, новое знание. А, это знание у него есть муранские. Это этот, понятно. Союзник Сигизмунда. Так, ладно. Что у нас на карте? На карте. Так, кстати, поспать надо еще. Еще там лошадь надо было найти. Так. А, стоп, не понял. Почему я спать не хочу? Типа на посту поспал, что ли? Или я там поспал? Вот память-то дырявая. А, я там поспал, все нормально. Все, вспомнил. Эксклероз. Так, что я не могу вылезть от него. Так, ладно. Журнал. Поп, журнал. Так, родители похоронить? Не обязательно заполучить лошадь. Можно пехом, походу. Так, выберись из замка. Ага. А, свою лошадь должен взять. Во. Пойдем искать свою лошадь. Трофейная лошадка должна остаться. Так, где выход? Купец. Купец. Так, это понятно, купец. А, вот дорожка. Так, лошадка, лошадка. Так, кукля. Ой, видишь, кухня тут была. Стоп. Есть, по-моему, да? Точно. Так, хавает. Разрешите пройти, тетенька. Хавать нельзя? Нет, нельзя. Раз только. Так, что делать? Что делать? Воспользуемся припасами. О, утка уже потухает. Так, схаваем уточку. А, все, схаваем. А, вот так вот. Наелся. Ну ладно, раз наелся, подожду. Ужараться не буду. А, хрюшка появилась. Ха-ха. Значок. Вы объелись. Теперь вы не будете гадать в течение гораздо более снего времени, но вы будете не ухожу, пока не переварите еду. Вот так вот. Помнишь, да? Где моя лошадка, чувак, подскажи? Я что-то не помню, как она выглядит. Там в спешке убегал, понимаешь? Как определить, которая из них моя? А, вот. И украсть ее. Так, не подходит. Во! Вот она моя лошадка. Олена ее зовут. Эти лапка. Давай, пасли, 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 пасли. А как выйти отсюда? А, вот так вот, что ли? Нет. Ха-ха-ха, я встал на ней. Ха-ха. А, или ты бы так разворачиваемся? Ха-ха, уж, жесть. А, точно это разворачиваюсь. Ха-ха, лошадь. Из крыши торчит. Ну, давай, поскакали. Эй, шиши. Эй. Ха-ха-ха. Левитация. Круто. Ну, как отсюда выйти? Давай, 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 давай. Класс. На грани фантастики. Ну-ка, слезь как теперь с нее. Сошибись. Летающая в стойле лошадь. Ну, давай, выскакивай. Эй. Здорово. Лошадь. Чем с лошадью ничего не делается? Эй. Так, сила 4. Ловкость 2. Живучесть 2. Красноречие. Ох, ты прокачал. Так. Да, вот теперь вопрос. Как... Как с нее слезть? Как узкакать отсюда вообще? Ну, все, ребята. Вот это Пападос называется на пустом месте. Логите! Люди! Люди! Кто-то на нас с лошади порчу навел. Эй. Летающая лошадь, капец. Главное идем куда-то, смотри-ка. Так, карта, да? Сталище. Так, ну-ка, если воспользоваться быстрым переходом. Ну-ка, ну-ка. Может, это нам поможет выбраться отсюда. Из того заколдованного места. Так. А, нет, подожди, это же не так делается. Так. Карта. Вот переход. Тамберг. Опа! Ты не можешь начать быстрый переход отсюда. Зашибись. Ну, это полный Пападос. Если меч достать. Ну, классно. Ехо! А если факел достать? Че, не достается? Все. Народ, вас ничего не удивляет? Тут всадник на летающей лошади из крыши торчит. Эхо. Да. Да. Не слезть. Не встать. Ничего не сделай. Только попробуй. Беги. Текущая задача. М-м. Да. кодексу. Куча всякой информации. Средневековые. Так. Ну что. Походу выхода нет. Кроме как заново начать. Слезть не могу. А, лошадь скачет-то куда-то. Устает. Да. Другим боком. Слезть. Другим боком. . Короче, это беговая дорожка для лошади. Побежали, 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 побежали. Поскакали, поскакали Так, ну все Короче, я сдаюсь Всем спасибо за просмотр Увидимся в следующей серии